добрый вечер друзья 11 часов урок я вел еду домой хотел поделиться вот сегодня с утра прочитал что в мире в мире треть населения имеет лишний вес или просто ожиревшие треть населения это и взрослые и дети мужчины и женщины во главе списка естественно соединенные штаты вот но там на самом деле довольно много картинку посмотрел и по мужчинам и по женщинам вот страны средиземноморья что ли так можно назвать то есть там и египет и турция и саудовская аравия я честно говоря никогда не воспринимал ни турков не египтян не саудовцев как каких-то очень толстых как как-то мне не попадались совершенно были так я сказал даже больше поджары но в общем вот так вот интересно да ну естественно там не только сша а вообще как бы англосаксы так сказать в целом то есть это и великобритания и австралия и новая зеландия хотя не канада вот канада как-то еще пока держится и в общем да фигово я с другой стороны могу сказать что тут несколько есть вещей вот первое я вспомнил как лет не помню там 6 назад 7 мы со сметланой там на пару недель отправились в один санаторий неподалеку городе санта роза и там был врач который работал в этом санаторий и он мне объяснял что вот у меня лишних там сколько-то этих паундов ну то есть грубо говоря он хотел чтоб я дошел ну сейчас я соображу 40 фунтов внизу скинуть ну то есть это что-то было очень существенно и вот да я бы как же это я выглядеть то буду потому что знаете как бывает вот так и схудаешь весь но и он а он сам был такой тощий но я и вот как я как кощей ну натурально такой двухметровый дядька буквально одни кости и кожа вот такой но правда бодренький вот и он говорит будешь как я говорит он и так на себя показывает а я честно скажу и таким как он быть точно не хочу вот ну то есть у меня и не получится я и в кости пошире и вообще как и в плечах но но нету я не смогу так правда или мне и не хочу ну что вот я не не хочу быть трестом каким но и ты так тоже шажет теперь скелет это превращаться я просто чему говорю что представление о том кто имеет лишний вес она тоже мне кажется такое в общем в меру упитанный мужчина да точно туда не не попадет здоровые как бы и даже можно сказать достаточно худенькие стройники тоже может оказаться что у него там лишних там несколько килограмм то были чет я не знаю в общем то есть может быть у них тут какой-то тоже перебор есть некоторые но я понимаю что есть какие-то медицинские нормативы не то чтобы там кто-то специально придумал чтобы там таблетками всех накормить ночью вот такая вот история это как бы один аспект то есть может быть картина не такая жуткая с другой стороны мы знаем что в соединенных штатах если мы на штаты поглядим у нас все-таки процентов сколько там населения 10 меньше на это афроамериканцы немножко больше чем афроамериканцев у нас в латинос и они сильно лидируют по этой части то есть конечно может быть в силу того что просто бедные потому что понятно что люди которые меньше зарабатывают они больше склонны питаться такой вот едой как бы вкусной да то есть она такого типа чипсы вот эти вот и там я не знаю что там что там едят вот такое недорогое там где много сахара и дети уже смотришь на деток они же еще маленькие совсем там и это же такие будь здоров уже перекормленные этого этого много но вот я считаю что особенно страдают те кто меньше зарабатывает это связано с образованием тоже то есть люди которые у них меньше образования у них соответственно и заработки ниже и ну соответственно все все до кучи мы живем в такое время когда я вот думаю что наверное наше поколение вот те которым сейчас там не знаю 50 60 там чуть больше но вот послевоенные дети как бы мы первое поколение которое не испытывала голода мы не мы не жили в голоде у нас не было такого что вот хочется есть и допустим нет там куска хлеба или там даже с маслом там а и в общем то и свечи но это же в общем то хватало но если посмотреть на поколение наших родителей вот уже наших родителей то соответственно там люди умирали от голода на глазах у моего отца например во время голодомора там просто он рассказывал как с утра выходишь на улицу там трупы подбирали подошли люди люди шли падали беженцы они падали умирали от голода то есть это было на глазах вот поколение моих родителей это еще видел а мы первые и вот почему я говорю что мы наши дети наши внуки и человечество не научилась еще жить в изобилии человечество научилась до этого жить в дефиците продуктов питания не так часто ели они не так калорийно питались гораздо больше двигались физически и правда не было вот значит автомобилей общественного транспорта люди жили там в основном сельской местности занимались там сельским хозяйством и так далее поэтому исторически как-то вот меняется образ жизни меняется уровень изобилия общества то есть люди начинают есть чаще я помню когда-то мне перепали там рассказе кишолом алейхимом и он описывает я думаю это где-то начало начало 20 века может быть конец 19 он описывает как-то в местечке живут там эти евреи довольно бедно и суббота и вот нас всю неделю значит на субботу на шаббат значит откладывают какие-то такие вот там продукты яичко маслицы там сметанка там еще что-то курочка и вообще чтобы на шаббат было и я когда смотрю вот этот что они там ели на шаббат вот это вот так но они раз в неделю это ели а сегодняшняя диета современного человека но если так он специально не не озабоченный такой не вот четыре раза на дню шаббат там умножить на 7 дней в неделю значит 28 а там где-нибудь еще перехватил так и 30 30 раз в неделю шаббат если лося так кормить он через полгода получит ожирение сердца и помрет и еще какие-то кучу кучу болячек давайте так что же так выдержит поэтому конечно наше как бы человечество еще не научилась есть так чтобы не себе во вред потому что не не привыкла нет школы такой давайте школа наоборот было ешь пока есть да потому что завтра может не быть или там скоро может не быть поэтому ели поэтому соответственно люди более образованные они как бы уже стараются себя обезопасить соответственно там все эти там гимнастические залы и беготня сплошная по улицам там и я не знаю диетических диетические продукты органические продукты обезжиренные а без холестеролин и без я не знаю уже там чего и тем не менее тенденция как бы к лишнему весу и к ожирению тенденция продолжается ситуация становится все хуже и хуже и там улучшение никакого не наблюдается пути господи ты боже мой да я могу сказать что вот конечно на восточном и на западном побережьях люди не такие упитанные как как бы подальше от океана даже вот сакрамент казалось бы у нас недалеко два часа мы как-то ехали надо было заехать в магазин вот заехали мы в костка большой такой магазин и боже какие там громадные были люди то есть каких они были габаритов такие наедые знаете он я таких у нас не видел вот тут вот у нас нету а там нормально вот они такие ходят и я думаю это какой удар вообще по системе здравоохранения в общем не веселая картина нет не веселая и плюс еще как к этому ко всему значит образ жизни понимаете то есть мало того что то что мы съели так это еще мы же еще не двигаемся вот я на работу еду видите я еду на машине я не поехал на велосипеде я не пошел пешком можете об этом за два часа дошел пешком может за полтора но я же не пошел я вот еду и и вот так все магазин поехал туда поехал сюда поехал да неправильно живем вот чего хочу сказать броня так классно а неправильно вот поэтому все происходит так что друзья я к тому я к тому клоню что новость прочитал вот треть населения мира треть населения мира но даже если четверть понимаете все равно фигово особенно если ты в этой самой четверти лично или там члены семьи там не дай бог дети и и так далее вот это все очень грустно поэтому я призываю всех кто нас слышит отнестись к себе гуманно и поберечься вот собственно весь мой разговор счастливо